Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается очередного законопроекта, направленного на отмену транспортного налога. По моим подсчетам, в 2015 году это уже третий законопроект, который направлен на отмену транспортного налога. Я полагаю, что на самом деле его постигнет та же участь, что и другие два законопроекта. То есть вряд ли он найдет поддержку как у властей, правительства, министерств, так, в общем-то, и у законодателей. В чем здесь проблема? Проблема в том, что на самом деле окончательно вопрос о том, отменять транспортный налог или нет, он в действительности не решен, потому что не решено, каким образом все-таки компенсировать отмену транспортного налога. Но тем не менее, несмотря на то, что шансы у данного законопроекта на принятие невысоки, я полагаю, интересно рассмотреть доводы, которые используют инициаторы законопроекта, чтобы обосновать необходимость отмены транспортного налога. Во-первых, они ссылаются на то, что налог неэффективен. Он неэффективен, поскольку его собираемость достаточно низкая. Они указывают, что собираемость налога фактически менее 50%. То есть задолженность по транспортному налогу, она постоянно растет и она значительна. То есть эффективно, как полагают инициаторы, эффективно администрировать транспортный налог не удается. Это первое. Второе, то что сам по себе транспортный налог, он несправедлив. Эта несправедливость заключается в том, что приходится платить транспортный налог, в том числе лицам, которые могут и не использовать транспорт. Ну и кроме того, в принципе, не учитывается то, в какой мере лицо использует транспорт. Например, кто-то использует транспорт только летом, а зимой, соответственно, как выражаются авторюбители, ставят машину на прикол. Кто-то круглый год использует транспорт, но при этом налоговая нагрузка у таких лиц одинаковая. Ну и кроме того, указывается на то, что транспортный налог не в должной мере учитывает тот ущерб, который наносится различными видами транспорта дорожному покрытию. Наконец, важное на самом деле замечание, то, что в настоящий момент наблюдается повышение нагрузки на владельцев автотранспорта. Ну и прежде всего здесь упоминается увеличение нагрузки на владельцев большегрузного транспорта в связи с введением соответствующей обязательной платы. Наконец, указывается на то, что есть общая поддержка идеи президента РФ, Министерства транспорта и членов Государственной Думы. Ну, я здесь уже говорил, что в действительности, да, по-моему, посредством массовой информации проходила идея о том, что президент действительно поддерживает соответствующую инициативу. Но, как я уже сказал, сказать это одно, а вот политической воли на то, чтобы отменить транспортный налог действительно нету, поскольку, как я уже сказал, не решен вопрос, как компенсировать выпадающие доходы от транспортного налога. Но, тем не менее, я полагаю, что, несмотря на то, что сейчас законопроекты об отмене транспортного налога не находят поддержку, все-таки этот вопрос скоро будет разрешаться, согласовываться именно на министерских уровнях. И думаю, что отмена транспортного налога – это относительно ближайшее будущее. Ну, а когда действительно поступит законопроект, который будет иметь высокие шансы на принятие и будет предлагать отмену транспортного налога, об этом вы узнаете на канале. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.